ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВА РОССИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ АНАЛИТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ДОМ-Э. Добро пожаловать в гостиную Дома Экономиста, где об экономике знают всё. Автор и ведущий программы, президент ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ Сергей Подрунов, приглашает к беседе известных российских и зарубежных экспертов. ДОМ-Э. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я снова приглашаю вас на передачу Дом-Э. Наша передача сегодня немножко необычная. Я представлю вам доклад Организации университетных наций «Мировое экономическое положение и перспективы 2021 год». Пандемия и связанные с ней ограничительные меры, я бы сказал так, редуцировали мировую экономику, сократив многие её сектора, разорили малый бизнес, оставили без работы миллионы людей, и социальное неравенство увеличили мировой долг домохозяйств. Мир оказался в тисках пандемии и экономической рецессии. Как сильно пандемия ударила по мировой экономике в 2020 году? Цифры, представленные аналитиками организационных наций вот в этом докладе, мы представили недавно в Вольном экономическом обществе России и в Международном союзе экономистов. К сожалению, они особого оптимизма не внушают. Продолжение следует... Продолжение следует... Без сомнения 2020 год стал худшим для глобальной экономики за многие десятилетия. Вот 4,3% составило ее падение в прошлом году. Это вообще самое резкое сокращение мирового производства со времен так называемой Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Ну, например, во время финансового кризиса 2009 года, недавнего кризиса, это мировой ВВП, упал всего на 1,7%. Эксперты Организации Международных Наций представили полную картину масштаба бедствий и дали прогнозы, что ждет нас в 2021 году. Мое беглое ознакомление с докладом, я его сравнил с предыдущими докладами, не дает поводу, мягко говоря, для большого оптимизма, а скорее наоборот. Результаты десятилетий развития экономики оказались поставленными под вопрос, а риски в очень большом количестве областей, включая здравоохранение, климат и экономика в целом, они взаимосвязаны и взаимоусиливаются. Ни для кого не секрет, что пандемия посеяла хаос в различных странах, в экономиках. Экономические издержки продолжают расти, их еще пока что сложно оценить в полном объеме. Потеряно 500 миллионов рабочих мест, а крайняя бедность поднялась до уровня невиданного за последнее поколение. Потеря мировой экономики в прошлом году сопоставима с размером ВВП Германии. И очень малому количеству стран удалось, в общем, с минимальными потерями пройти этот трудный путь между Сцелой и Харибией. Я думаю, что отчасти это результат той неправильной оценки рисков 2020 года, которую мы видели. Я хочу напомнить, что оценка глобальных рисков 2020 года Всемирным экономическим форумом, вышедшая в начале января 2020 года, первыми пятью рисками считала климатические угрозы. И только десятым риском пандемии. В связи с распространением коронавируса и введением, соответственно, ограничительных мер во многих странах, были, в общем-то, предприняты беспрецедентные по объему меры по поддержке населения. Это везде, так сказать, в Европе, в Соединенных Штатах. У нас особенно это важно. Ну, в общем-то, эти меры способствовали стабилизации национальных экономик. В общем-то, это, я бы сказал, даже предотвратило в целом мировую экономическую катастрофу. Но в то же время это подорвало, безусловно, финансовую стабильность государства. Дефицит бюджета каждой пятой развивающейся страны исчисляется сегодня двузначными цифрами. Суммарный государственный долг национальных экономик витился на 9,9 триллиона долларов. Вот такого не случалось со времен Второй мировой войны. О том, каким еще последствиям привел кризис 2020 года, рассказали эксперты Организации Объединенных Наций. Значительная неравномерность реакции на карантинные меры, локдауны в разных отраслях экономики и в разных странах, специализировавшихся на различных секторах экспорта, в частности экспорт услуг, привела к тому, что около 80% экономически активного населения Земли пострадали от карантинных мер в той или иной степени. Даже в странах ОСР уровень безработицы в середине локдаунов вырос в среднем до 9% практически, и на конец 2020 года ситуация немногим улучшилась, то есть безработица заставляла практически 7% экономически активного населения. Удар, связанный с введением карантинных мер, во многом пришелся на экспорт услуг. В первую очередь экспорт туризма, который сократился примерно на 70% и привел к потерям туристической отрасли около 1,1 триллиона долларов. Беспрецедентным, соответственно, оказался и рост госдолга. Общий объем госдолга увеличился более чем на 15% за 2020 год или на 10 триллионов долларов. Эксперты привлекают внимание к тому, что это очень серьезные заимствования будущих поколений, которые были сконцентрированы в основном в развитых экономиках, профинансированы во многом программами привлечения ликвидности. И, скажем так, их долгосрочный эффект будет определяться в траектории будущего роста. Я хотел бы обратить внимание на последствия текущего кризиса для финансовой сферы. Был достаточно краткосрочный финансовый шок, с которым относительно быстро удалось справиться, в том числе благодаря быстрым мерам в области экономической политики, денежно-кредитной и бюджетной ведущих развитых стран. Затем, в основном, мы наблюдали негативные процессы в реальном секторе, но это не значит, что проблемы в финансовом секторе исчезли. Более того, мы видим, и это отражается даже в самом докладе, что те меры, которые принимались для погашения текущих проблем в реальном секторе, в принципе, в среднесрочной и в долгосрочной перспективе могут создать дополнительные проблемы, связанные с ростом долгового времени. Также это возможность наращивания финансовых пузырей в результате большезначительных вливаний и ликвидности в экономику, которые фактически в значительной степени не идут в сторону роста реального сектора. Еще одно из последствий кризиса – рост безработицы в мире. Ограничительные меры, они отразились почти на трех миллиардных людей. Это 80% всего активного населения мира. Кто-то потерял работу, лишился средств существования, кто-то часть доходов потерял. Сильнее мужчин пострадали женщины. Судя по опыту прошлых кризисов, их доходы падают в первую очередь. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш на недавней встрече с представительницами неправительственных объединений заявил, что женщины и девушки сильнее ощутили на себе социально-экономические последствия эпидемии COVID-19. Больше всего опасений у него вызвал рост безработицы среди женщин. Если в начале 2020 года количество зарегистрированных безработных мужчин превышало количество женщин, то уже к середине года ситуация поменялась. В России резкий скачок по этому показателю произошел в мае. Женщины обогнали мужчин более чем на 1%, что стало худшим показателем с 2012 года. Специалисты связывают это с тем, что женщины больше мужчин заняты в наиболее пострадавших отраслях. Так, например, только в сфере услуг до пандемии официально работало около 58% женщин по всему миру. Рост безработицы также связывают с социальными ограничениями в период пандемии. Недавний опрос, популярный в России социальной сети, показал, что почти четверть девушек в возрасте до 34 лет не могут возобновить работу из-за ухода за ребенком. В конце своей речи генсек ООН отметил возрастающую роль женщин в разных областях, в том числе в мировой политике, и призвал все страны в связи с кризисом обратить пристальное внимание на вопросы гендерного равенства. Организация Миллионных Наций призывает государство не экономить. Жесткая экономия на социальной сфере, а именно, в общем-то, эти расходы сокращаются в первую очередь, ну, не сулит, в общем-то, это ничего хорошего для устойчивого развития. О том, какие меры по восстановлению мировой экономики и достижению цели устойчивого развития предлагается в докладе ООН, рассказали эксперты в рамках презентации этого доклада в Международном Союзе экономистов. В этом же докладе, который мы обсуждаем, меня привлекла тоже мысль, которой авторами сформулировано, что чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер. Но действительно, мы последний месяц и постоянно видим, что основные страны и основные ведущие и развивающиеся все больше начинают использовать нетрадиционные механизмы в экономических подходах, а это и безлимитное количество смягчений, не просто QE на некую сумму, а QE на неопределенный лимит. Вот сколько надо, как говорят они, столько и дадим. Покупку гособлигаций, так сказать, центральными банками, а минимальные ставки, давно уже наблюдаем ставки нулевые или отрицательные. Значит, покупка центральными банками корпоративных облигаций, то есть облигаций реального сектора, причем на большие суммы, как это было в ЕЦБ, почти на 2 триллиона евро. То есть, по сути, они уже выходят за свои непосредственные компетенции, отвечая за финансовый сектор непосредственно, и начинают все больше и больше фокусироваться уже и на реальной экономике, понимая, что чем благополучнее реальная экономика, тем лучше и финансовый сектор, и поэтому они уже идут на то, чтобы поддерживать реальную экономику. На фоне многих выступающих буду, наверное, резок, скажу, что, честно говоря, я внимательно познакомился с докладом ООН и, честно говоря, не нашел в нем ответов на многие актуальные вопросы. Он, вообще-то, подготовлен в русле уже привычной нам всем доктриной выполнения 30, так сказать, целей устойчивого развития и формула, которая там предложена в виде того, что, так сказать, сопротивляемость, ресилинса, о котором мы говорим, и sustainability — это как бы такой замкнутый круг. Одно зависит от другое. Но из этой формулы, из этого, так сказать, петли с обратной связью довольно сложно выпутаться. Основные рецепты носят достаточно поверхностный и такой традиционный характер. Но главное, что я хотел бы сказать, это главный тезис. Пандемия, она показала несостоятельность ни одного прогноза. Несостоятельность традиционных способов измерения экономики. Я согласен с ВВП, но мало этого. Ведь мы знаем очень много интегрированных показателей оценки экономики. Есть индекс глобализации, есть индекс гуманитарного человеческого развития, есть индекс, так сказать, безопасности, здоровья, которую рассчитывают уважаемые организации. Если мы посмотрим на соотношение этих индексов, глобальных индексов, оценивающих уровень развития общества с динамикой заболевших на 1 миллион человек, мы увидим, что в тех странах, где эти индексы наиболее высоки, там больше всего заболевших. Мы должны четко сказать, ответ на этот вопрос дать, почему развитые страны оказались наиболее пострадавшими в этом кризисе. Это факт, который сегодня существует. Можно оправдывать тем, что в развивающихся нет достаточных тестов. Можно говорить о том, что мы не знаем всю информацию и так далее, но факт есть факт. Крупные страны, развитые с высоким уровнем развития здравоохранения, социальной сферы, социальной поддержки и так далее, и так далее, с огромными затратами в экономику пострадали больше всего. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно выходить из этого кризиса, прежде всего нужно ответить на вопрос, почему так произошло, и что такое неравенство, которое мы должны преодолевать. Поэтому мне кажется, что вот этих ответов в докладе нет, но думаю, что в дальнейшем мы сможем, так сказать, совместными усилиями все-таки найти ответы, найти на эти вопросы, найти ответы и уже сформулировать более подходящие рекомендации. Спасибо. Коронавирус очень сильно повлиял на экономику. Но главный вопрос вот в чем. Главная проблема — это не неустойчивость, а неравенство, на мой взгляд. Неравенство на международном уровне и на национальном уровне. Например, если у вас плохая система здравоохранения, возникает угроза пандемии и так далее. На внутреннем уровне богатые богатеют, соответственно, растет социальная напряженность, возникает недовольство. Кроме того, есть еще риск финансовых пузырей. Люди пытаются сделать что-то, чтобы деньги работали, соответственно, возникает еще такой риск. В докладе говорится кое-что очень интересное. Во многих странах, в большинстве стран, силу идеологических причин этот вопрос вообще не рассматривается. Например, во Франции сложилась вполне определенная позиция по спросу налогов. Необходимо обеспечить социальную справедливость, налоговую справедливость. Это важнейший вопрос. Это единственный способ восстановить равновесие, восстановить баланс. Все страны, включая Россию, должны обратить на это внимание. В 21 веке нам необходимо, так сказать, нью-дил, новая сделка. У Рузвельт тоже был такой новый курс, нью-дил. Это необходимо и сегодня. Вот что стоит сегодня на кону. А фискальная справедливость. В ответ на пандемию страны СНГ ввели крупные пакеты стимулирующих мер. Увеличили расходы на здравоохранение, социальные выплаты. Вот Александр Апокин, руководитель группы исследователей мировой экономики, Центром экономического анализа и краткосрочного прогнозирования, рассказал о вызовах в области экономической политики для стран СНГ и перспективах восстановления их экономии. Что касается региона СНГ, здесь очень важным является разделение на страны, у которых была значительная фискальная подушка в том или ином виде. В первую очередь это экспортеры энергоносителей и стран, у которых такой подушки не было. Тем не менее, снижение мировых цен на сырьевые товары в начале второго квартала значительно повлияло на бюджеты государств СНГ. Не вполне ясно, до какой степени восстановление цен, которые сейчас наблюдаются, может поддержать бюджеты государств в перспективе. Все страны СНГ ввели достаточно крупные пакеты стимулирующих мер напрямую противодействующих эпидемиям. Ковид в каждой стране направлены на поддержку здравоохранения, импорт соответствующих медицинских товаров и техники и инвестиции в организацию производства на местах. В случае Российской Федерации речь также шла о разработке сразу же нескольких видов вакцин от COVID. В 2021 году, вероятнее всего, значительно большинство стран СНГ и Грузии не восстановят в полном объеме уровня ВВП 2019 года. Исключение возможных случаев значительного роста цен на энергоносители. Из-за высокой долларизации банковского сектора и сохранения геополитической напряженности восстановление будет дополнительно затруднено. Ежегодный доклад ООН «Мировое экономическое положение и перспективы развития» по традиции вызывает самый живой отклик среди российских экспертов и экономистов. Когда речь идет о глобальных судьбоносных проблемах, мы, экономисты, в общем, не часто бываем солидарны друг с другом. Тем не менее, очень хороши, собственно говоря, такие публичные площадки, где представлен весь такой спектр мнений. Поэтому мы всегда уделяем серьезное внимание, поскольку в дискуссиях порой рождаются нетривиальные решения. Прежде всего, мы, я думаю, сейчас все признаем, глобальные проблемы являются реальным, практическим, постоянным вопросом нашей жизни. До этого мы это в расчет не брали. Если бы еще три года назад кто-то сказал, что надо готовиться к пандемии и думать о том, как будет устроена экономика в условиях такого рода кризиса, ему бы объяснили, милый, ты говоришь о каких-то фантастических вещах. И более того, я был свидетелем такого рода постановок с моей стороны и соответствующих ответов. Я думаю, нам надо научиться мыслить по-другому. Мыслить так, что у нас есть постоянная угроза глобальных проблем. Это первое. Второе. В условиях глобальных проблем в большинстве случаев практически все государства прибегали к методам, которые я бы назвал плановыми и с акцентом на общественном секторе. Вообще говоря, в таких случаях надо иметь план, как действовать. Понимаете, в любом поселке есть пожарная команда. 90% времени она спит, но когда пожар, она приезжает и кого-то все-таки спасает или что-то все-таки спасает. А желательно при этом тренируется, ее при этом надо прилично финансировать. Вот такого рода ситуация, по-моему, назрела вообще говоря. Нам нужна пожарная команда и планы действий. Как минимум на такие случаи. Мы на наших встречах в Вольном экономическом обществе по инициативе профессора Бодрунова уже очень много раз говорили о том, что валовый внутренний продукт – это не тот измеритель, который показывает состояние экономики, а уж тем более состояние общества. И тем не менее мы все время говорим о динамике валового внутреннего продукта. И главный вопрос будет 2,7 или 2,3 или 2,4. Вопрос вообще, говорят, что будет с обществом и кто выиграет. Потому что по следствию пандемии, это по скриптуму за 30 секунд, у нас долларовые миллиардеры увеличили свое состояние на 1,37 миллиарда долларов, а большинство населения стало жить гораздо беднее. В докладе анализ, он как бы преобладает над рекомендацией. Соображения в отношении политики касаются либо того, чего не следовало бы делать, либо того, какие проблемы предстоит решать. Но вот в макроэкономической части авторы предупреждают и справедливо против поспешного свертывания мягкой финансовой политики, они обращают внимание на опасности, связанные с ростом госдолга. И говорят о том, что, в общем-то, эти опасности могут быть нивелированы в значительной степени, если будут найдены способы увеличения использования мобилизуемых за счет заимствований средств для инвестирования в развитие материальной базы. Они видят угрозы авторы, связанные с формированием финансового пузыря, но, строго говоря, не обозначают мер, которые при сохранении мягкой финансовой политики могли бы эти угрозы нейтрализовать. Я бы не стал это считать упреком в адрес авторов доклада, потому что определение вызовов и возможностей – это важнейшая предпосылка формирования адекватной политической реакции. В этой части мне просто хотелось бы привлечь внимание к одному обстоятельству. Вот упомянуто мною содержащееся в докладе соображение в отношении важности с учетом возможного роста госдолга, активизации инвестиций в основной капитал. Это очень важно, но как его добиться, этого увеличения в условиях особенно деморализации частного сектора, его неверия в перспективы, ну, значительной части частного сектора, его неверия в собственные перспективы. И вот здесь я хотел бы присоединиться к коллегам, которые отмечали, что в таких случаях особую роль приобретает государство. И в данном случае, мне кажется, особое значение для решения этой проблемы могли бы иметь крупные инвестиционные проекты, как национальные, так и международные, наверное, прежде всего, инфраструктурного характера, инициатором которых являлось бы государство. Спасибо. Сегодня видно, что вот эти цели устойчивого развития ООН, они не будут выполнены. И мне кажется, нужно начинать дискуссию о том, какие цели ставить, потому что вот, безусловно, эта пандемия послужила акселератором очень многих трендов. Я думаю, что мы за год оказались примерно в конце 20-х годов такой это был мощный акселератор. И мне представляется, что нужно подумать о новом типе развития. Я бы его назвал ответственное развитие, responsible development. Ее основная суть в том, что в производстве и в потреблении мы должны фокусироваться больше на нематериальные, на возобновляемые ресурсы. Я имею в виду, прежде всего, интеллектуальные ресурсы. И то же самое касается потребления. Потребление, на мой взгляд, должно быть как бы ограничивать материальное потребление, и уже тренды к этому видны, скажем, то, что называется sharing economy, и больше ориентироваться на нематериальное потребление. В этом, на мой взгляд, один из таких, в общем, существенных ответов на те вызовы, с которыми я столкнулся сегодня мир. Общая задача национальных правительств – сделать мировую экономику более устойчивой к внешним воздействиям и будущим потрясениям. От того, насколько эффективно они будут реагировать на вызовы кризиса, в общем-то, зависит, выйдет ли мир на траекторию устойчивого развития. Выбор, который мы делаем сейчас, будет определять наше коллективное будущее. Вот эта фраза генерального секретаря Организации военных наций Антонио Гутеррише на форуме в Давосе. Вот сегодня мы говорим о проблемах мировой экономики, мировой, но эти проблемы на самом деле касаются каждого из нас. И от того, насколько оптимальны будут приняты политическими властями меры, решения, зависит благополучие всех. Хотелось бы, чтобы мы прошли этот этап без крупных потрясений, в общем-то, чего я вам искренне желаю, уважаемые телезрители. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»